Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Более 30 часов спасатели Карачаева, Черкесии проводили поисковые работы на Эльбрусе. И сегодня, ближе к вечеру, обнаружили группу туристов из Белоруссии на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. Подъем на высоту сопровождался сильным ветром и снегом. Поисково-спасательная операция завершена успешно, все живы. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова благодарности всем участникам, сотрудникам МЧС по грануправлению, сотрудникам органов внутренних дел, управлению ГОУЧС по республике, всем добровольцам и неравнодушным гражданам. Еще раз напомнил о регистрации туристических групп в МЧС при выходе на маршрут. Карачаева, Черкесия при поддержке главы Республики Рашида Тимрезова готовится к открытию филиал фонда поддержки участников специальной военной операции. Сегодня в Доме правительства состоялось заседание, на котором заместитель председателя правительства Ирина Гербекова подробно рассказала о работе регионального фонда «Защитники Отечества». Об оказании помощи не только ветеранам СФО и семьям военнослужащих и всем ветеранам боевых действий. Отделение будет работать по взаимодействию с Министерством труда и социального развития, Министерством здравоохранения, МФЦ и другими ведомствами для комплексного оказания помощи. Проведена определенная работа и зарегистрирован Государственный фонд, который с 1 июня должен начать работу на территории нашей Республики. В рамках подготовительной работы Министерством труда проведена подборка, кастинг тех сотрудников, которые будут представлять собой фонд. Государственный фонд на сегодняшний день возглавляет по нашему предложению, по согласованию с Федерацией, руководитель этого фонда Абазалиев Марат Мактарович. На сегодняшний день наши социальные координаторы прошли первичную подготовку. Вы все будете размещаться в своих муниципальных образованиях. Рабочие места для вас подготовлены. Мы создадим, конечно, все условия для того, чтобы вы могли эффективно выполнять свою работу. Очередной груз гуманитарной помощи из Карачаева-Черкесии отправился в зону специальной военной операции. Продовольствие, одежда, предметы личной гигиены, медикаменты, палатки, различные приборы и многое другое. Подробности у Мурата Джанкезова. Кроме обычных предметов и продовольствия, которые собраны по просьбе самих военнослужащих, на этот раз дополнили гуманитарку с сотнями свежих хачинов и десятками литров целебного айрана. Весь этот груз удалось закупить благодаря неравнодушным жителям республики, участвующим в проекте инициативной группы «За наших». Усилиями волонтеров удается ежемесячно отправлять десятки тонн продовольствия, медикаментов и других необходимых вещей. Считанные минуты посылки перенесли в грузовик. Руководитель инициативной группы Асхат Айсандыров вместе с сыном принял самое активное участие в погрузке гуманитарной помощи. У нас идет сбор для покупки автомобиля Нивы для врачей из Карачао-Черкесии. На данный момент у нас баланс 75 или 76, я уже не помню. А так тоже бы хотели, чтобы нам помогли. Очень хотелось бы в кратчайшие сроки собрать около 300 тысяч, купить Ниву и отвезти для наших врачей из Карачао-Черкесии. За грузом гуманитарной помощи специальные зоны проведения СВО приехали военнослужащие нашей республики. Такой способ передачи гуманитарки обеспечит более оперативную доставку, причем точечно, военнослужащим выходцам из Карачао-Черкесии. Пришли за гуманитарной помощью грузим. Сейчас идет погрузка гуманитарной помощи. Трудный момент. Нас поддерживают, не забывают нас. Спасибо гуманитарной помощи за наших, что помогают, все, что нужно, что необходимо нам, ребятам, всем большое спасибо. Сегодня члены инициативной группы «За наших» заняты сбором средств на автомобиль Нива для военных медиков, которые также являются выходцами из нашей республики. Сбор гуманитарной помощи не прекращается ни на минуту. Пока идут военные действия, она будет просто необходима. Ведь отправляем мы нашим защитникам не только вещи первой необходимости, но и свою заботу, свою надежду, частичку своего сердца. А не за нас, а мы вместе с ними. Мурат Женкёзов, Мухаммед Ашебоков, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. МЧС информирует о сильных осадках в Карачаево-Черкесии, также град и усилении ветра. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днём 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днём 24-26 градусов тепла. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчёт, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Сегодня день славянской письменности и культуры. Жителей Карачаева-Черкесии поздравляют глава республики Рашид Тимрезов. С того момента, как просветители Кирилл и Мефодий подарили миру кириллицу, она открыла безграничные возможности для развития многогранной славянской культуры. Этот праздник способствует взаимопониманию и развитию диалога и сближению культур нашего государства, где бережно относится к разнообразному и богатейшему духовному наследию всех этносов. Напоминает о необходимости сохранения самых важных ценностей в жизни каждого народа – языка, культуры и истории. Празднование дня славянской письменности в Карачаево-Черкесии уже стало доброй традицией. В этот день во всех православных храмах республики прошли богослужения, а на центральной площади города Черкеска состоялся крестный ход и молебен у памятника просветителям. Дарья Тендит продолжит тему. Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Создатели русского алфавита и славянской письменности. Сегодня в Карачаево-Черкесии в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия православные христиане совершили крестный ход – от Никольского собора до памятника братьям в центре Черкеска. Духовенство и певчи совершили молебен, православляя создателей славянской азбуки и письменности. Крестный ход является символом нашей благодарности и символом победы, образования над непросвещенностью. Церковь их православляет не только за труды. Они показали пример высокой, чистой и святой жизни, отметил настоятель Покровского храма Александр Нартов. Язык – это душа любого народа. Благодаря Кириллу и Мефодию мы имеем ту жизнь, которую с радостью передаем нашим детям и нашим внукам. Будем хранить наш язык, будем хранить нашу культуру, будем приумножать ее, чтобы быть достойными продолжателями того великого подвига, который оставили нам святые братья. Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. Братья создали корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах крестьянского мира и литературного языка. Славянская письменность как основа культурного наследия объединила многонациональные народы, проживающие на территории России. От имени правительства Карачаева-Черкесии поздравила всех с этим великом праздником министр образования и науки Инна Кравченко. Она отметила, что сегодняшний день имеет огромное значение для науки и образования. День славянской письменности и культуры служит напоминанием о национальном и духовном единстве всех людей, которые имеют общие истоки, единые традиции, обычаи и культуру. Сегодня мы с особым вниманием обращаемся к истокам отечественной словесности. Говорим о бережном отношении к родному языку, о его возможности выступать средством международного общения. Главное значение этого дня – сохранение и популяризация культуры и письменности народов. Студенты педагогического колледжа имени Умара Хабекова в своем выступлении подчеркнули значимость развития культуры, отметили влияние русского языка и письменности на нашу жизнь. В первую очередь русский язык существует для нас, и благодаря нам он продолжает свое существование и развитие. Сохранив его, мы сохраним единство нашей великой страны. Благодаря русскому языку и русской культуре в мире появились такие замечательные и выдающиеся мастера слова, как Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой. Спасибо святым братьям Кириллу и Мефодию за то, что подарили нам славянскую азбуку. Солунские братья – гордость всего славянского народа. Этот праздник объединяет и славянские, и многие другие народы. И каждый должен знать, ценить свою историю, беречь и почитать то, что передали нам наши предки. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику святым братьям Кириллу и Мефодию. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В рамках года педагога и наставника в Качагу имени Умара Алиева прошли 19-е Кирилло-Мефодиевские чтения. Всероссийская научная конференция, посвященная просветителям, собрала участников из различных регионов России. О работе научного форума Алихан Лепшоков. Вот уже с 2004 года Всероссийская научно-практическая конференция собирает в стенах вуза представителей правительства и духовенства республики, ученых-языковедов, научных работников, студентов. И в этот раз 19-е Кирилло-Мефодиевские чтения собрали многих ученых из разных регионов России. Сегодня не просто день славянской письменности и культуры, но и день патриотизма, так как русский язык объединяет всех жителей нашей многонациональной страны, отметил, открывая мероприятие, исполняющее обязанности ректора КЧГУ Талсултан Узденов. Вот уже полтора-ста лет на культурном пространстве Российской Федерации, сперва Российской империи, Советского Союза, сегодня Российской Федерации, Карачаева-Черкесии. Культурный человек, образованный человек, и все, что у нас ассоциируется с просвещением, связано с русским языком, с русской литературой. Также от имени мэра Карачаевска всех участников конференции поприветствовал его заместитель Азрет Караев. Русские просветители Кирилл и Мефодий подарили нам уникальный язык, который объединяет множество народов нашей страны. И сегодня подобные мероприятия позволяют не просто окунуться в историю становления кириллицы, но и познать сакральные ее смыслы, отмечали участники Кирилла Мефодийских чтений. У нас пять газет выходят в нашем доме печать. Они говорят его на разных языках, говорят его в разных народах, но они все написаны на кириллицах. И то, что в нашей многонациональной республике все наши проживающие народы могут сохранить свою культуру, свой язык, свою идентичность, это архиважно в мультикультурном социуме. Это происходит благодаря тому подарку, который нам сделали святые Кирилл и Мефодий. Доклады участников пленарного заседания конференции были посвящены роли братьев Кирилла и Мефодия в становлении русской письменности, роли языка в становлении гражданской позиции школьников, а также о практике преподавания русского языка в школе и в вузе. Помимо пленарного заседания, работа конференции продолжилась и в секционной части. Научный форум позволит ученым обменяться профессиональным опытом со своими коллегами из разных регионов страны. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Полицейские и члены общественного совета провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в Государственной академии. Спикеров объединяла общая тема – терроризм и экстремизм, а также меры борьбы с этими явлениями и их профилактика в молодежной среде. Подробно остановились на вопросах правовой грамотности молодежи, разъяснили основные составы административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, в том числе экстремистской направленности и террористического характера, совершаемые посредством использования сети интернета, и напомнили о мерах ответственности. В Центре молодежного и инновационного творчества прошла Всероссийская акция «Мы граждане России». На торжественную церемонию пригласили около трех десятков юношей и девушек из различных муниципальных образований Карачаева Черкесской Республики. Каждый получил основной документ гражданина Российской Федерации. Такой формат был организован при непосредственном участии регионального движения первых Министерства по делам молодежи и МВД не случайно. Праздничная атмосфера, в которой оказались ребята, запомнится им надолго. Мы не отбираем ребят по принципу «ты отличник», «ты спортсмен», а наоборот, мы хотим этой акцией вовлечь ребят в движение, чтобы они понимали, что они очень ценные для своей страны, для движения в целом, и, конечно же, чтобы каждый нашел себе занятие по душе в нашем движении. Это все вещи на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Земский доктор». Всего доброго и до встречи в эфире.